Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Лариса Шлафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Технология, позволяющая проводить консультации по всей России. Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак оценил возможности телемедицины самарского онкодиспансера. Первая свая заложена. В Самаре приступили к строительству второго моста через Сок. Дом с легендарным прошлым. Кто сейчас обитает там, где жил Максим Горький? Эксклюзивное расследование нашего телеканала. На минувшей неделе с рабочим визитом в Самару посетил заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он принял участие в заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, где обсудили вопросы, связанные с доступностью и качеством медицинской помощи. Андрей Горгуленко расскажет подробнее. Выявить онкологическое заболевание на ранней стадии даже у пациента, находящегося на другом конце страны. Это реальность для специалистов Самарского онкодиспансера. Учреждение с 2014 года развивается направление телемедицины. На основе полученных снимков из районных больниц области врачи ставят предварительный диагноз, проводят диагностику злокачественных новообразований и назначают лечение. Телемедицинская сеть на сегодняшний момент объединила уже более 180 учреждений здравоохранения региона. Только в прошлом году было проведено около 700 телемедицинских консультаций с федеральными исследовательскими центрами и более полутора тысяч внутри региона. Врачи используют специальное программное обеспечение «Комета», которое обладает элементами искусственного интеллекта и помогает врачам находить на изображениях очаги заболевания, быстро ставить диагноз и сразу назначить необходимое лечение. Время на процесс описания исследования на консультацию сократилось минимум в четыре раза. И к тому же пациенту нет необходимости приезжать сюда в онкоцентр, в онкодиспансер для получения этой консультации. Он может получить ее у себя в медицинской организации в том или ином районе области. Повысить качество жизни в каждом регионе России с помощью телемедицинских технологий – главная тема Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, заседание которого прошло в Самарском медицинском университете. По словам заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, цифровые технологии – это ключ к росту эффективности медицинской помощи с точки зрения доступности, качества и скорости оказания услуг. Это доступ к лучшим врачам и практикам из любой точки страны. Более точные диагнозы и согращение врачебных ошибок – это возможность на расстоянии контролировать ход лечения. Сенатор подчеркнул, что телемедицина с ее широкими возможностями дистанционной помощи пациентам крайне важна, учитывая российские расстояния и удаленность населенных пунктов. На сегодняшний день цепочка консультаций между врачами, врач-врач, она выстроена, а цепочка консультаций между пациентом и врачом, она требует донастройки. Мы не говорим о том, что кардинальные изменения назрели, но донастройка необходима. Для реализации этих задач сейчас требуется обеспечить все медицинские организации необходимой компьютерной техникой, чтобы сотрудники могли пользоваться общей базой данных и подключаться к Центральному архиву. В некоторых регионах уже есть успешный опыт в этой сфере. Например, Москва, Татарстан и Самарская область. Глава региона Дмитрий Азаров поддержал инициативы. Губернатор считает, что регион вполне может претендовать на то, чтобы стать одним из центров цифровизации России. По мнению Дмитрия Азарова, для этого есть все. Научно-образовательный центр, претендующий на федеральный статус, сильнейшие вузы и научные лаборатории, мощный куст промышленных предприятий, технопарки и территории с особыми налоговыми режимами. Внедрять ради чего? Ради процветания нашей страны, ради здоровья людей. Вот именно поэтому такая содержательная дискуссия, столкновение мнений и нацеленность на решение уже в ближайшее время. Потому что за каждым таким решением повышение качества жизни, здоровья, спасенной жизни. В своем выступлении Андрей Турчак отметил, что Совет разработал проект о внесении изменений в федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. В случае его принятия врачи смогут использовать телемедицинские технологии, чтобы проводить медицинский осмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лечение. Также законопроект расширяет варианты идентификации пациента. В некоторых случаях, например, когда пациент обращается за помощью анонимно или же когда трудности с идентификацией мешают оказать неотложную помощь, поправки делают ее необязательной. Помимо этого, корректировать назначенное лечение сможет не только лечащий врач. Сенатор сообщил, что законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной Думы в ближайшие недели после консультации с Минздравом. Андрей Горгуленко, События. Первая опора заложена. У реки Сок началось устройство фундамента будущего моста. Объект возвозят по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Когда планируют завершить стройку и открыть движение, узнала наша съемочная группа. У старого моста через реку Сок кипит работа. Ежедневно в две смены здесь трудится 40 человек и больше 40 единиц спецтехники. Сейчас рабочие устанавливают первую опору нового моста, вбивают сваи. Всего по проекту будет пять опор. Одну установят в русле реки. Одна опора у нас русловая. Сейчас ездить, занимаемся. Там планируем перегрузочный мост для прохождения техники на данную опору. Ну, чтобы бурилка прошла, так как она весит порядка 107 тонн. Объект возводят по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Мост будет двухполосным, длиной более 300 метров. Новый мост должен решить проблему пробок и увеличить пропускную способность дороги. Здесь, в районе мостового перехода, у нас сохраняется узкое горлышко по две полосы. После строительства мостового перехода у нас будет преобразовано движение и в каждое направление будет по две полосы движения. То есть, соответственно, плавно будет переходить Красноглинское шоссе с одинаковым количеством полос. После окончания строительства транспортные потоки на выезд и въезд в город будут перераспределены между новым и старым мостами. Завершить строительство всех опор планируют уже летом. Работы идут в графике. Полностью новый мост через СОК будет готов в октябре 2021 года. Лариса Шлафас, Николай Сидоров. События. Спилить аварийные деревья, убрать гаражи и установить новые детские площадки. Глава Самары Елена Лапушкина побывала во дворах Октябрьского района, которые должны благоустроить летом. Когда местные жители увидят изменения, узнал Анатолий Головко. Двор дома на Новосадовой 285 начнет меняться уже этой весной. Здесь делают новые пешеходные дорожки, мягкое покрытие на детской площадке, теннисный стол, поставят урны, скамейки и спилят аварийные деревья. Изменения коснутся и жителей дома на гаражной 13А. Неравнодушные самарцы проголосовали за благоустройство двора по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Здесь дорожки сделаем. Здесь жители попросили парковку. Плюс у нас идет обустройство контейнерной площадки. Вон она стоит. Она как бы медь. А здесь у нас газоны будут. Жители Октябрьского района обратили внимание Елены Лапушкиной на состояние тротуаров на революционной. Говорят, они нуждаются в реконструкции. Необходимо подлатать асфальт и обновить бордюры. Во дворе дома на Масленниково 14 летом уберут незаконные гаражи и обустроят парковку. Кроме того, здесь должны отремонтировать дорогу. Естественно, у них вот здесь еще тупик, там блоки стоят, но это будем сносить и полностью асфальтовое покрытие, вот там выход со двора еще на Масленниково полностью делать. И плюс еще контейнерную площадку будем делать. Елена Лапушкина обратила внимание главы Октябрьского района на состояние дворов. Управляющие компании с работой справляются, но замечания все равно есть. 99% внутриквартальных тротуаров у нас убрано. По состоянию, на вчера 87% кровель у нас были очищены от наледи. Плюс к тому, по выходам из подъездов у нас процент был порядка 97. Благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды, летом в Самаре приведут в порядок дворы во всех районах города. Специалисты приступят к работе весной. Анатолий Головко, Константин Головин, Максим Гусев. События. Жители железнодорожного района Самары обратились к главе города Елене Лапушкиной. Люди просят установить дорожные знаки и шлагбаумы. Встреча прошла в новом формате. Мария Елчан продолжит тему. Дети, выходя с уроков, выбегают по этому спуску, прямо сразу под колеса машины. Вот сейчас вы можете видеть, насколько близко проедет автомобиль, что детям действительно некуда выходить. У Марии Савиной двое детей. Оба ходят в 37-ю школу. Каждый раз, провожая их, волнуются, когда идут. Территория вокруг школы стала небезопасной. После открытия зданий суда рядом с образовательным учреждением образовалась проезжая часть. Выходя из школы, ученики сразу попадают на дорогу. Сотрудники учреждения, как могли, проезд перекрыли. Но водители эти преграды не останавливают. Чтобы найти решение для проблемы, Мария пришла на прием к главе города. Мы очень просим, чтобы нам ограничить проезд. Совсем ставить там, оградить какие-то заборы. Там, естественно, нет такой территории. А вот ограничить проезд, чтобы там его не было совсем. Ну, шлагбаум поставить, потому что там все-таки безопасность. Там должен быть пожарный проезд. Чтобы избежать несчастных случаев и решить проблему, городские власти предложили разработать схему движения и установить несколько шлагбаумов. Также до конца весны на территории демонтируют светофоры и поставят ограждения. Установить дорожные знаки просят и жители по улице Волгина, от промышленности до партизанской. Здесь проложили дорогу, но про ограничительные метки забыли. Нет и пешеходной зоны. Дорога стала дублером Аврора. Соответственно, все машины, которые пытаются объехать пробку на Авроре в вечернее время, едут через нас. Поток очень большой. Машины нас не пропускают. Нам приходится остановиться, пропускать этот поток, чтобы зайти в свой дом. В ноябре прошлого года уже разработали схему для установки знаков и устройства искусственных неровностей. Сейчас контракт в торгах. Работы планируют выполнить летом. Недовольны жители и тем, как вывозят снег. Глава города Елена Лапушкина поручила профильным департаментам решить этот вопрос в сжатые сроки. В ближайшие пару дней будет объезд железнодорожного района Самары. Этот адрес также будет внесен в график. Моя задача посмотреть улицу, как ее почистили, чтобы мне коллеги объяснили, где будут лежать полицейские и посмотреть технически, есть ли возможность отсыпки тротуаров. С ноября 2019 года в краны жителей дома номер 5 по переулку водителей поступает некачественная вода. Она желтая и содержит песок, говорит Екатерина Смерчанская. Женщина вместе с другими инициативными жителями уже не раз писала обращение в коммунальные службы. Вопрос этот как бы не решился и промывку делали из КАЭС. Неделю они промывали ветку. Песка стало еще больше почему-то. Есть вероятность, что загрязнение произошло после нескольких повреждений водовода на Марисе Терезе. Сейчас проводится анализ воды и составляется график устранения проблемы. Мэриэлчан Николай Епифанов, Максим Гусев, События. В Самаре увековечат имена участников Великой Отечественной войны. В Октябрьском и Ленинском районах установят мемориальные доски с QR-кодами. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Увековечить подвиг в камне. В конце февраля в Самаре откроют мемориальные доски с именами героев Великой Отечественной войны. Их установят на фасадах домов, в которых проживали командир воздушно-десантной дивизии Иван Никитич Конев, летчик-испытатель первого класса Константин Константинович Рыков и командир отделения гвардейского стрелкового полка Виктор Павлович Синельников. Представители городских властей уже разработали эскизы совместно с художниками и родственниками героев. Отработали и шрифт, и размещение звезды Героя Советского Союза. Отдали членам комиссии по увековечиванию, нашим историкам-криведам, чтобы они посмотрели на текстовую составляющую. Мемориальные доски должны появиться и на фасаде школы номер 161. В военные годы в Красногленском районе Самары располагалось первое военно-пехотное училище, из стен которого выпустились 10 героев Советского Союза. Мы просто создаем картину, большую картину героев нашей Самарской области. Герой – это символ эпохи, символ своего полка, своей части, вида вооруженных сил. По словам главы города Елены Лапушкиной, эта инициатива должна найти отклик в сердцах горожан. Тема, которую мы сегодня с вами обсуждали, она никого не оставляет равнодушным, поэтому такое отношение трепетное. Я надеюсь, что оно сохранится для нас, для наших поколений навсегда. Рядом с мемориальными досками, которые установят в Октябрьском и Ленинском районах города, появятся и специальные QR-коды для мобильных телефонов. С их помощью местные жители смогут узнать подробную информацию о жизни и великом подвиге соотечественников. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Самарским врачам теперь под силу сложнейшие операции. Опухоль головного мозга могут прооперировать благодаря разработке ученых медицинского института в системе «Автоплан». Это своего рода навигация для хирургов. Насколько важна новая разработка, узнала Мария Левина. Опухоль головного мозга – это одна из самых сложных медицинских операций. Еще пару лет назад пациентов с таким диагнозом отправляли в Москву и Санкт-Петербург. В регионе за это не брались. Все изменилось с появлением системы «Автоплан». Это своего рода навигация для врачей. С помощью камеры хирург видит место, которое ему нужно прооперировать. Из-за того, что врач работает не вслепую, сокращается время операции и кровопотеря у пациента. Без нее четко выйти на опухоли с точностью до сотых дали миллиметра, потому что глубины опухоли, как в данном случае, хирург не визуализирует. То есть он работает как бы вслепую, наводя хирургический инструментарий, делая доступ, ориентируясь как раз на систему навигации. Авторы проекта – самарские ученые. Работать над ним начали в 2016-м. За все время тестов многофункциональный комплекс успешно зарекомендовал себя в областных больницах. С помощью системы «Автоплан» только в онкодиспансере провели порядка 100 операций. Всего же по области – 900. В прошлом году система «Автоплан» была официально зарегистрирована. Сердце навигации – это, конечно же, ее камера, потому что она несравнима ни с конкурентами. Она уникальна. Она уникальна тем, что она работает на оптическом инфраклассном трекинге. Она как раз и позволяет проводить навигацию. Разработкой заинтересовались зарубежные медики из Франции и Германии. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Ровно 125 лет назад в Самару приехал один из самых знаменитых писателей России – Максим Горький. Тогда никому неизвестный Алексей Пешков. Здесь он становится профессиональным журналистом и встречает единственную венчанную свою жену. Наша съемочная группа выяснила интересные исторические факты и сведения, которые ранее нигде не публиковались. Эксклюзивный репортаж Марии Левиной. Александр Вольпин без запинки цитирует самые известные строчки своего знаменитого соседа. Больше ста лет назад Максим Горький снимал комнату здесь, в особняке купца Лебедева. Александр же поселился в доме еще в начале 70-х и всегда интересовался его историей. Здесь же ведь не было вот этих всех квартир, когда купец построил их, когда был Горький. Здесь же ведь вот на месте вот здесь и вот соседи, которые там справа, это же была большая зала, а потом в советское время настроили перегородок. Если вы подниметесь выше, вот квартира, которая вот так над этой расположена, вот там окна выходят на глухую стену. Так Александр Вольпин объясняет журналистам, где именно жил Горький. Он сам и его соседи уверены, комната располагалась на третьем этаже. Но план, который был составлен со слов супруги писателя Екатерины Пешковой, этому противоречит. Доподлинно известно, что квартира его находилась на втором этаже, а окна выходили не на улицу Куйбышева, а на глухую стену. Это и есть та самая квартира, но как мы видим, следов той эпохи уже не сохранилось. А вот эти стены, возможно, еще помнят буревестника революции. В Самару Горький тогда еще никому неизвестный Алексей Пешков приехал по совету Короленко ровно 125 лет назад. Жесточайшие депрессии, банкротство семейного дела, трагическая любовь, в итоге две попытки суицида. В Самаре же начался иной период в его жизни. Он начинает работать в самарской газете под псевдонимом Иегудиил Хламида. Пробует себя как писатель. Именно здесь родятся его знаменитые старуха из Иргиль и песни о Соколе. В Самаре Горький сменил три адреса. Здесь, на Куйбышево 91, был последний. Вот по этой же дороге ходил? Каждый день, утром, с декабря по май 1896 года. Ему было ходить совсем рядом. Вот буквально две минуты и он на службе. Значит, он удобно. Ну, я не знаю, ходил ли он обедать домой. Куда там обедать, там некому было. А вечером со службы он точно так же возвращался. Вот в этом своем странном наряде. Странный наряд писателя стал его особенностью. На хорошую одежду у Горького денег не было, а ходить так, как все, не позволяла гордость. Необычная амплуа сыграла ему на руку. Он пользовался популярностью у противоположного пола. В рядах поклонниц молодой корректор Самарской газеты Катерина Волжина, будущая супруга писателя. Она жила в 98-м доме на Чапаевской, тогда Николаевской. На первом этаже у семьи Волжина была столовая для бедных, а на втором – жилые комнаты. Вот уже полвека в квартире Волжина живет Валентина Иноземцева, а еще раньше – ее бабушка. Но о том, что их предшественники были такими знаменитостями, женщина узнала случайно. Здесь целая сенсация. Приходили цветов в море. Потом начали. Что, Валя умерла? Валя умерла. Столько гвоздик было, там цветов столько. Ну, все школьники, там несколько рядов там было. Парад целый был. Читали стихи Горького. Ну, я слышал немножечко, что давно здесь кто-то жил, кто-то жил. А потом смотрю, а еще повесили. Пешковы уехали из Самары весной 1896-го. Екатерина приезжала на родину в 57-м. Побывала в родном доме и там, где жил ее супруг, когда они познакомились. Сделать в доме на улице Куйбышева музей Максима Горького предлагали не раз, еще в советские времена. Идею так и не реализовали. Но Самара помнит писателя. В честь него в городе названы улица, театр, музей и горький центр. Мария Левина, Константин Головин, Николай Епифанов. События. На минувшей неделе в главном самарском дворце бракосочетания был настоящий свадебный бум. Многие пары выбрали для свадьбы красивую дату 20.02.20. В этот день у ЗМИ брака отношения скрепили 44 пары. Мария Левина пообщалась с молодыми семьями. В истории любви семьи Бубочкиных многие сегодня найдут себя. Олег и Татьяна познакомились полтора года назад в одной из соцсетей. Чуть больше месяца переписывались, а потом настал час икс. Время встретиться лицом к лицу. И это была любовь с первого взгляда. Конечно, он меня сразу покорит своей галантностью и тем, как он ухаживал. А у вас? Какие первые впечатления были? Первые впечатления мне очень понравились ее глаза. 20.02.20 случайно выпала или специально хотели? Она такая же красивая, как и мы. 20.02.2020. Это зеркальная дата, на которой этот год щедр. Но именно сегодня, с точки зрения нумерологии, идеальное время для вступления в брак, уверены те, кто доверяет числам. И считают, свадьба в этот день принесет любовь, гармонию и счастье. Работники ЗАГСа на себе это уже почувствовали. Сегодня в главном дворце бракосочетания Самары союз заключили 44 пары. 2020 год наполнен различными интересными сочетаниями цифр. И, как правило, на эти даты большее количество желающих заключить брак, создать свою семью. В последнее время, отмечают работники ЗАГСа, желание создать семью молодых людей растет. Например, в 2019 году расписались больше 3000 влюбленных. Это абсолютный рекорд. Такая цифра в Самаре была лишь однажды, в 1990 году. Следующие эффектные даты, когда ожидают бум свадебных церемоний, это 6.06.2020 и 8.08.2020. Мария Левина, Николай Епифанов, Василий Калдашов. События. В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере Бала Маскарада Верди. В швейных мастерских работа в самом разгаре. Какие сюрпризы для зрителей подготовили художники по костюмам, узнал Сергей Кизоркин. Чтобы создать эту зеркальную маску, потому что, как вы понимаете, певец в маске подобного рода с закрытым ртом и носом петь не может. Мы обязаны проделать целую конструктивную работу для того, чтобы выполнить требования, которые важны для меня. То есть получить зеркало на сцене и в то же время сделать так, чтобы певец смог в этой маске петь. Художник по костюмам Татьяна Ногинова приехала из Санкт-Петербурга в Самару, чтобы создать образы героев оперы Джузеппе Верди «Бал Маскарад». Премьера намечена на 16 апреля. За два месяца швейная мастерская должна смоделировать порядка 300 костюмов и столько же масок. Как для хора, так и для солистов. Портной Марии Рыкова новой работой довольна, хоть и приходится иногда засиживаться до полуночи. Главное, чтобы костюмчик сидел и участники спектакля на сцене выглядели великолепно. Актеры, люди творческие и на примерку приходят, когда есть настроение. Иногда подгонка деталей одежды происходит прямо во время репетиций. Это достаточно нормальное явление, потому что в любом случае, когда человек стоит в примерочной, это одно. Когда он начинает двигаться на сцене, это совершенно другое. Ему что-то может быть неудобно, что-то надо поменять, что-то добавить. Это в любом случае это работа такая. То есть это бывает часто. Работа над костюмами для оперы началась в конце прошлого года. Рисовали эскизы, создавали рисунки, подбирали ткани. Все натуральное. Материал, популярный в США в 50-х годах 20-го века. Твит, шерсть, деним, всем известные джинса, плащевка и зеркальный пластик. Будет два силуэта. Брутальный мужской и женственный. Совокупный образ Марлен Дитрих и Мерлин Монро. Перед художниками стоит непростая задача. Костюмы должны не только создать внешний образ героев оперы, но и раскрыть их внутренний мир. На уровне костюмов мы стараемся решить эти вопросы цветом и фактурами. И опера это как раз очень благодатное поле для решения именно таких задач. Чтобы нам создать у зрителя психологический диссонанс. Чтобы его на сцене непременно раздражала какая-то фактура, чтобы чувство тревоги рождалось у зрителя. Художник по костюмам Татьяна Ногинова приезжает в Самару уже не первый раз. Она работала над костюмами для балетов «Бахчисарайский фонтан» и «Наяда и рыбак». Руководство театра не скупится на гонорары и приглашает к сотрудничеству лучших мастеров своего дела. Ногинова лауреат премии «Золотая маска». Четверть века проработала в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Ее работы можно увидеть на сценах многих театров России и мира. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова